Мужская консультация Мужская консультация Этот тест является, на мой взгляд, универсальным и он просто идет как универсальное дополнение к вашим тестированиям, к которым вы прибегаете для того, чтобы выявить условно годную для себя женщину. Итак, не будем тянуть кота за хвост, просто запомните, что этим тестом все не исчерпывается, но он будет хорош как дополнение к вашим тестам, к вашим требованиям для женщины, которая будет вас устраивать и радовать в жизни. Итак, что же это за тест? Нужно невзначай, как бы между делом, в разговоре спросить у вашей женщины простой вопрос. Спросите мне, вот представь, лучший кусок, то есть мы сели за столом, я, ты и наш ребенок потенциальный, которого пока нету, предположим, но он будет, я, ты и наш ребенок. Кому достанется лучший кусок? Ну, если женщина совсем конченая, с которой связываться абсолютно нельзя, ну, то есть просто она даже не умна, не мудра, не хитра, как женщина, просто вот такой вот здравствуй дерево, она скажет, конечно же мне, я возьму кусок. Ну, таких женщин достаточно мало все-таки, прям уж совсем отмороженных. 99,9% в периоде женщин скажет, хороший кусок, самый лучший кусок со стола, самое вкусное блюдо должно, конечно же, в первую очередь достаться нашему с тобой ребеночку, нашему ребенку, ни мне даже, ни тебе, поскольку мы с тобой созданы для того, чтобы вот нашего ребенка, так сказать, дать ему все самое лучшее, поэтому и лучший кусок ему мы, конечно же, с тобой и дадим. Эта женщина не является для вас хорошей женой. Вы с этой женщиной, вы не построите отношений серьезных, хороших и счастливых для вас. Более того, эта женщина, даже при том, что у вас сейчас нет ребенка, она уже в своей голове является потенциальной разведенкой с прицепом, потенциальной РСП. Объясню, в чем здесь дело, для тех, кто, опять же, не понял. И сразу скажу правильный ответ на этот вопрос. Правильный ответ на этот вопрос. Лучший кусок должен достаться вам, мужчине. Потом женщине, а ребенку, так сказать, уже в третью очередь. Еще раз напомню, у психологов есть такой термин педоцентризм в семье. Педоцентризм считается отклонением. Да, так как у нас в современном мире все перевернуто с ног на голову, то дети возводятся на пьедестал, ради детей все делается. Но это неправильно. В классической, в такой условно-патриархальной, ну, хотя мне это слово не нравится, но, тем не менее, возьмем лучше слово классической семье, глава семьи мужчина, в классической, российской, там, СНГшной семье, глава мужчина, и ему, как главе, достаются самые лучшие куски. Женщина ему помогает, поэтому вторые по лучшести куски со стола, ништяки и все остальное достается ей. Ну, и в третью уже очередь, все, что останется, достается ребенку. В старые времена для детей даже делали отдельный столик, так сказать, со взрослыми их не сажали. И давали, ну, не то, что прям обедки со стола, но кормили далеко не в первую очередь. И это было абсолютно правильно, да и сейчас является абсолютно правильным и обоснованным, поскольку для детей, родителей, должны быть авторитеты, и все самое лучшее должно доставаться этим авторитетом, так сказать, родителям. Еще какой подводный камень. Дело в том, что женщина, при том, что она не имеет с вами ребенка, она уже не воспринимает вас как главу семьи. Она уже не воспринимает вас как того, может, там, высокорангового, там, какого угодно человека, на которого она смотрит сверху вниз. В лучшем случае она смотрит на вас как на равного. В худшем случае, в большинстве случаев, она на вас смотрит сверху вниз. И она берет на себя функцию распределять ресурсы внутри семейные. Она берет на себя функцию оценивать, что хорошо, что плохо. А это всегда приводит к одному. Либо к тому, что мужчина будет забит под каблучник глубоко несчастный, либо к тому, что семья просто-напросто развалится, и она останется разведенкой с прицепом. Итак, правильный ответ. Самые лучшие куски, все самое лучшее в нашей семье достается тебе, мой любимый муж. Так же, как вариант, подойдет ответ, ты у нас глава, ты и решаешь, кому достаются лучшие куски. Вот только эти два варианта ответа правильные. Только если женщина реально искренне так думает, а я еще раз напомню, что женщины, многие из них хорошие актрисы, и, так сказать, могут ее в видеоролик посмотреть и отвечать так, как нужно, поэтому делайте всегда поправку на это. Только в том случае, если женщина искренне так считает, а таких лично я за свою жизнь не встречал, то тогда она условно годна для семьи, для отношений продолжительных. И это является залогом того, что вы в этих отношениях будете счастливы. А еще раз напомню, что единственным мерилом качественности ваших отношений женщины это ваше счастье, ваша удовлетворенность, во всех смыслах этого слова, этими конкретными отношениями. Поэтому еще раз тест. Кому достанется сам лучший кусок со стола, если она отвечает себе или ребенку, можно с ней делать все, что угодно, но не строить длительные отношения, в которых вы будете счастливы. Что вы думаете по этому поводу, пишите в комментариях под видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, помогая этому продвижению. С вами был юрист Антон Сарвачев. До новых встреч!